ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте, зрители телеканала Архиз-24. В этом выпуске программы «Архизский лик» мы поговорим о церковном хоре Никольского кафедрального собора города Черкеска. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Завершен первый этап Патриаршего фестиваля русской духовной музыки «Свет Христов». Заявки на него подавали церковный хор не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Великобритании. Всего 109 хоровых коллективов. Среди них церковный хор Никольского кафедрального собора города Черкеска. В этом году фестиваль посвящен 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского и проходит среди хоров Русской Православной Церкви при поддержке Церковно-общественного совета Пресвятейшем Патриархе. Первый и второй туры – заочные. Хор отправляет свои концертные записи или видео, сделанные во время службы. И только третий этап пройдет очно в одном из кафедральных соборов Москвы, а потом финалистов ждет гала-концерт в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Переживали, переживаем до сих пор, волнуемся. С одной стороны, очень радостно, очень приятно, что мы прошли во второй тур, мы переживали, готовились. Но и с другой стороны, это большая ответственность, потому что второй тур намного еще серьезнее. Хоров стало меньше, меньше прошли хоры, и нагрузка на нас еще ответственнее ложится. Позади первый отборочный тур, но волнение не покидает творческий коллектив. Многих произведений второго тура не было в их репертуаре. Но это не пугает хористов, ведь каждый из них – мастер своего дела. Будучи студенткой Ростовской консерватории, меня пригласили в Ростове петь в храм. И мне очень понравилось церковное пение, богослужение. И поэтому, когда я приехала в город Черкесск, я уже не смогла расстаться с храмом. Мы там пели в ДКЗХМ. Вот с Натальей Юрьевной, с нашим регентом мы начинали, Ленар Борисович, мы начинали вчетвером, и Панченко Геннадий. А потом постепенно наш храм строился. В течение 10 лет мы радовались каждому кирпичику, как говорится. И когда наш храм построился, мы уже с удовольствием поем в нашем храме и, так сказать, участвуем во всех конкурсах, а также принимаем участие во всех богослужениях. С самого начала становления церкви в храмах появились певцы. От епископа они получали посвящение на свое служение. Потому что в те времена певчий – это степень низшего клирика, основная задача которого – петь на клиросе в хоре во время общественного богослужения. В одном из прошений сугубо ягтини и до нашего времени поминаются певчи, поющие. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святе и всечестнем храме семь, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. В России 15 века с расцветом хорового искусства появились государевы-певчие диаки, певчие, получавшие штатное жалование от государей до учреждения придворной певческой капеллы. Сейчас же церковный хор состоит из людей, знающих нутную грамоту и владеющих старославянским языком. Задачи перед хором стоят непростые – создать молитвенную атмосферу, которая помогала бы прихожанам, давала бы понимание. А это, в свою очередь, зависит от четкого ансамбля – мелодического и дикционного. Осознавать самому и уметь передать молящимся смысл молитв – вот главная миссия хора. Страх перед сценой и конкурсами, он всегда присутствует. Тем более, вот сейчас нас попросили принять участие в очень серьезном конкурсе, где принимают участие все хоры нашей Великой России, и для нас это было очень почетно. Поэтому мы готовились очень тщательно к этому конкурсу. У нас такого еще никогда не было. Мы полностью записывали литургию. И хочу сказать несколько слов о нашем регенте – Сотниковой Наталье Юрьевне. Это, наверное, благодаря нашему регенту Наталье Юрьевне мы прошли во второй тур, потому что это очень профессиональный человек. Регентом работать очень сложно. Это надо знать благослужение, нужно знать глаз, старославянский язык. И умение общаться с людьми, она смогла сплотить наш хор в единое целое. Она очень тщательно подбирает репертуар. Очень ответственный и порядочный человек, и, конечно, верующий. И вот эти все качества она передает нам. Она нас, так сказать, вдохновляет на новые подвиги. И благодаря только стараниям Натальи Юрьевны мы прошли во второй тур. Ну, надеюсь, мы достойно выступим во втором туре, потому что Наталья Юрьевна прилагает к этому все усилия свои. Мы стараемся, конечно. Вот сейчас мы взяли новые произведения. И поэтому мы произведения эти будем тщательно разучивать, будем брать домой. И будем стараться выполнять все требования, которые к нам предъявляет наш регент. В последнее время, во всяком случае, поздно слева. Ощутил, что это все-таки своего рода концертное выступление. Чтобы все звучало хорошо, прилично. Держали строй. Ну, я считаю, что это в первую очередь. Конечно, насколько мы даем посыл народу именно молиться. От того, насколько они могут это делать, зависит от того, как мы поем. С латыни слово регент переводится как правящий. Возникло оно в Петербургской придворной певческой капелле. Регентом называли более опытных певчих хора, которым временно поручали управление коллективом в церквях придворного ведомства. Регентами назывались также выпускники классов Петербургской певческой капеллы, где изучали элементарную теорию музыки, сольфеджио, гармонию, контрапункт, фугу, историю церковного пения, а также игру на фортепиано и скрипке. Как и несколько столетий назад, в наше время регентом может стать человек, хорошо знающий порядок богослужения, и что может потребоваться служащему священнику. По благословению Святейшего Патриарха Московского Ивсея Руси Кирилла в этом году проходит уже второй патриарший международный фестиваль, посвященный духовной музыке «Свет Христов». Он проходит среди хоров Русской Православной Церкви. Приурочен он посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Мы в этом фестивале принимаем впервые участие. Пройдет он в три этапа. Первый этап – это заочная форма. Надо было отправить видеозапись, трансляцию Божественной Литургии. Проходил он с февраля по апрель месяц. В первом этапе мы стали победителями и прошли во второй этап. Второй этап проходит на данный момент сейчас. Мы должны отправить также концертное выступление хора, видеозапись до конца июля. Конечно, требования уже поменялись. Надо нам исполнить четыре произведения. Первое произведение – это духовный концерт, крупная форма. Второе произведение – это господское или богородичное песнопение. Третье – это обязательно песнопение в честь преподобного Сергия Радонежского. И четвертое – мы должны исполнить песню, которая бы прославляла православную веру. Обязательно в сопровождении музыкального инструмента. Победители этого этапа, хоры, которые станут победителями этого этапа, они пройдут в третий этап. Третий этап – это уже будет очная форма. Пройдет она в Москве, в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя. Эти хоры примут участие в богослужении. Всего хоров было 109, не только из России, но и из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии. Номинации были разные, начиная с огромных хоров, с больших хоров, малых хоров, но у нас номинация малые ансамбли, так как у нас в хоре поет 10 человек. Поддерживал нас отец Сергий. Он непосредственно занимается тоже этим конкурсом. И, конечно же, связь полностью, видеоконференции. Я, как Регин, просматривала, была видеоконференция, прямая трансляция об этом конкурсе. Какие требования, как мы должны исполнять, какая должна быть картинка хора. Конечно, большая поддержка отца Сергия. Требования очень серьезные, достаточно серьезные. То есть, если произведение авторское, допустим, Бортнянского, Чеснокова, то мы должны его исполнить в точности, как записал его автор. Те же нюансы, те же темповые обозначения. То есть, ничего лишнего, как можно сказать. То есть, достаточно очень строгий конкурс. Конечно, очень переживали, переживаем до сих пор, волнуемся. С одной стороны, очень радостно, очень приятно, что мы прошли во второй тур. Мы переживали, готовились. Ну и, с другой стороны, это большая ответственность, потому что второй тур намного еще серьезнее. Хоров стало меньше, меньше прошли хоры. И нагрузка на нас еще ответственнее ложится. Дарья Кубикова пришла в хор для наработки практики и уже не смогла расстаться с церковным пением. Это мой родной коллектив. Я с ними не только здесь работаю. Здесь все профессионалы с высшей квалификацией, с высшим образованием. И мы работаем в нескольких местах вместе. Поэтому друг друга знаем очень давно. Мы уже все как одна семья. Наверное, видимся здесь больше, чем со своими родными дома. Музыка лечит вообще, в принципе. А вот церковное пение за счет своего многоголосия и сочетания звуков, мне кажется, она имеет положительный результат и накачивает положительной энергией людей. Не только тех, которые поют, но и тех, которые слушают. Музыка лечит. Музыка лечит. И тому возлещу, 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 суда на срок от 9 месяцев до 3 лет. Районные суды Санкт-Петербурга выносят подросткам приговоры без лишения свободы. С возложением дополнительного обязательства пройти курс реабилитации в центре святителя Василия Великого. К новостям Пятигорской епархии. На храм станицы Котляревской водрузили купол. Благочинный Нальчикского округа Пятигорской епархии протеерей Валентин Бабылев совершил чин освящения купола и креста в Покровском храме станицы Котляревской. Благочинному сослужил настоятель храма Иерей Николай Арманов. На освящение собрались жители столицы. Толжество освящения приурочили ко дню памяти преподобного Петра Афонгского, небесного покровителя первого станичного храма, который был разрушен в годы гонений. 26 июня архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт посетил Просветительский центр духовного управления мусульман Ставропольского края. Архипастер встретился с муфтием Ставрополя, Ибрагимом Хаджи Рахимовым и верующей молодежью. Владыка рассказал о своем пути к вере и ответил на многочисленные вопросы слушателей. Погладимся Святого Господа! Она учащимся в Свято-Сергиевской гимназии, посещающем школьный лагерь, а также пополнила полку библиотеки гимназии. Она станет подспорьем для детей на уроках и классных часах. Погладимся Святого Господа! Среди праздников православного календаря отмечается 7 июля – Рождество Честного Славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии, жил в пустыне Аскетом, проповедовал и совершал священные омовения для очищения от грехов и покаяния иудеев, которые впоследствии стали называться Таинством Крещения. 12 июля – день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, и так и на Западе. Согласно церковному писанию, апостолы приняли святое мученичество в один день – 29 июня по юлианскому календарю. Апостол Петр был распят головой вниз, апостол же Павел, как римский гражданин, не мог, был казнен на кресте, и ему отсекли голову. С Днем Ангела 27 июня можно поздравить Александра, Варлама, Георгия, Елисея, Иосифа, Мефодия, Мстислава, Николая и Павла. 28 июня Григория, Ефрема, Иоанна, Касьяна, Лазаря, Михаила, Модеста и Федора. 29 июня Ефрема, Константина, Михаила, Моисея, Никифора, Петра, Тихона и Феофана. 30 июня Иосифа, Кирилла, Максима, Никиту, Пелагею и Филиппа. 1 июня Александра, Василия, Виктора и Леонтия. 2 июня Варлама, Иоанна и Марию. 3 июня Андрея, Афанасия, Глеба, Гурия, Елисея, Иоанна, Инну, Лазаря, Луку, Мефодия, Наума, Риму и Фому. 4 июня Алексия, Анастасию, Антония, Василису, Георгия, Иоанна, Иона, Иулия, Максима, Никиту, Николая, Павла, Терентья и Федора. 5 июня Василия и Геннадия. 6 июня Агриппину, Александру, Алексея, Антония, Артемия, Германа, Иосифа, Митрофана, Петра и Феодора. 7 июня Антония, Иакова, Иоанна и Никиту. 10 июня Александр, Владимир, Вальдемар, Георгий, Егор, Иван, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна и Янна. 11 июня Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей и Ян. 12 июня Павел, Петр и Симон. 13 июня Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Фома, Яков и Ян. 14 июня Алексей, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр и Ангелина. 15 июня Арсений. 16 июня Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Демид, Егор, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Филипп, Фома и Ян. Божьей помощи во всех благих деяниях. И до новых встреч в выпусках программы «Архейский лик». Воскресенье Христово приявше, поклониться святому Богу.